всем привет всем доброе утро посмотрите какая у нас красота на улице не не клубника у меня красота клубнику еще чистить надо смотрите у нас просто на улице какая красота у нас сейчас сколько 10 часов утра а на улице уже сейчас скажу 13 градусов тепла знаете что я пришла я пришла за щавелем у меня здесь его правда немного но все равно у меня есть замороженный и сегодня решила сварить борщ со щавелем поэтому сейчас вот свой первый урожай сниму дома все конечно хорошо помою щавель сейчас такой молодой он сейчас самый вкусный такой кисленький я когда варю борщ со щавелем я вот эти вот палочки тоже режу щавель но меленько это здесь как раз сама кислое место у щавеля скажем так листочки они более нежные но вот этот конечно желтенький мы сейчас оторвем и выкинем так прям знаете как спину печет солнышко благодать вчера кто-то мне написал а у нас целый день был дождь а у нас нет у нас вчера тоже была такая же шикарная погода сегодня должно быть еще лучше чем вчера я конечно еще и траву тут немножко подергала не знаю как надо бы время найти на улице здесь немножко по убирать пока погода хорошая вроде меня так вытащил вчера землю одно я сказала занеси домой чтобы земля согрелась у меня там где-то еще на клумбе по моему тоже еще щавель растет сейчас посмотрю если это щавель то тоже щавель нет это не щавель это к сожалению не щавель что это такое не знаю но это не щавель ладно пошлите домой здесь еще буду делать йогурт все подготовила здесь у меня варится говядина между прочим по вашему совету положила сразу сырую говядину в скороварку ребрышки у меня и этот и картошку посмотрим что получится поставила на сейчас скажу насколько на 30 минут вот уже больше 15 минут варится это у меня щавель которая сейчас собрала парь помыла порезала сковородку приготовила для зажарки но у меня хоть и зеленый больше но он у меня всегда красный просто очень извиняюсь замороженный щавель достану ну когда буду уже щавель закладывать в кастрюлю класть то достала замороженный но этого конечно же мало вы понимаете но у меня есть замороженный а не показала уже хотела отключаться здесь у меня стоит тесто на хлебушек завтра будет свежий хлеб сегодня как раз с зеленым борщом доедим остатки хлеба сухарики у меня есть я люблю сухарями а это будет свежий хлебушек на завтра на две булочки топленое масло мое домашнее закончилась я еще домашняя не сделала поэтому у меня магазина это у меня стоит чтобы я смазала формы для хлеба володя вчера вечером не приготовил лестницу я голодь может быть ты мне сам еще и повесишь гардинам гаднение я не полезу уже ягод устал но я вчера вечером погладила шторы в общем сейчас буду в течение дня буду заниматься гардинами и будут у меня новые шторы на кухне я немножко закрыла рады это чтобы вам не отсвечивала сейчас буду разбираться как же мне повесить смогу ли я все у меня здесь четыре штуки на мне нужно все четыре повесить о господи ходь бы не убиться что мне там длина не главное чтобы еще длина нормальная была ой длина нормальная не ошиблась нет либо идут на ту сторону две пойдут на то самое место на этой стороне и если захочешь можно будет вот так вот расправить мне кажется так будет намного уютней сейчас следующий ой девочки вообще знаете что старость не радость и нас хочу на другую сторону переключить я так с вами могу разговаривать а так когда я стою одним местом мне не очень приятно я думаю вам тоже ну вот так я думаю будет немножко получше а то как-то не хорошо все видно у нас есть еще такие наконечники володя специальные сразу не делал что я сказала я все равно буду сюда делать добавляет шторки чтобы он сразу не фиксировал а сегодня вечером ну или выходные мышка то у него время будет ну когда он будет не такой уставший он потом закрепить ну ой сейчас очки упадут надо снять надо было делать пока еще саврина дома была или саврина заставить было помешать но ей некогда она же просыпается и на работу собирается она сегодня вообще раньше начала работать в принципе ничего здесь такого сложного нет очки надо снять ой господи что это такое а придется мне еще раз налазить с другой стороны поправлять что и вот и вот и и и и и и для и я и и , и надо подумать как лучше сделать может быть на этой стороне может быть на этой стороне не бойтесь я держусь может быть на этой стороне оставить три штуки а на ту сторону сделать только одну там же дверь у нее постоянно открывается закрывается очень сейчас посмотрю как будет смотреться тут наверху вообще ужас как жарко в общем девочки смотрите когда закрытые шторы мне нравится мне же надо чтобы они были открыты и мне же нужна дверь что делать пишите в комментариях как лучше сделать когда пока сейчас раздвину их по краям как-то не очень смотрится или вот эти боковые теперь шторки заменить кучу я 5 и опять не знаю мне опять как-то не очень они еще конечно немножко отвиснут потому что но они еще такие знаете как колом стоят еще я и гладила вчера они там немножко у них есть такие небольшие заломы так ладно буду ждать ваши комментарии сейчас еще по краям раздвину покажу вам как это будет выглядеть в общем смотрите я раздвинула шторы в разность ой короче говоря больше не могу если я володе еще что не скажу что нужно еще переделать у меня из дома выглядит это точно так ладно пишите комментарии что дальше делать мне честно как-то но не очень да я понимаю что вам наверно тоже не понравится но вы так честно мне пишите что можно здесь предпринять чтобы было более так это выразительный может быть вот эти вот боковые шторы поменять короче я уже что-то не знаю чего хочу мне кто не нравится как это все тут висит так сейчас буду делать вот такой вот йогурт в термомиксе здесь есть еще один рецепт йогурта но я вот почему-то решила делать вот этот молоко три с половиной процента 120 грамм натурального йогурта йогурта у меня нет я положу сметану сметану можно любую я положу вот так сухое молоко у меня вот такое по моему я его покупала в русском магазине не знаю точно не уверена но знаю точно что в реле и в эдаке сухое молоко тоже есть 50 грамм кстати можно также делать и без сухого молока рецепт тоже получится проверено закрываем крышку 6 минут 50 градусов на 3 скорости нагреваем при температуре 50 градусов 6 минут прошло разливаем по баночкам баночки я уже приготовила закрыли крышечкой и оставили в при комнатной температуре на 11-13 часов завтра будет наш йогурт готов сейчас разолью по баночкам знаете что хочу еще попробовать хочу баночки положить семена че не знаю так никогда еще не делала посмотрим что получится но везде не буду ложить а только в две баночки если будет нормально то буду всегда дело так семенами че они очень полезны и очень много всяких разных аминокислот витамин и так далее буквально по чайной ложечки просыпала и страшно все мы разливаем по баночкам у меня получилось 6 баночек и в одной вот столько чтобы все баночки получились полная следующий раз просто добавлю немножко больше молока сметаны или йогурта в общем так за чезом в баночке я немножко перемешаю закрываю крышечками сейчас закутаю в полотенце и уберу в духовку мне сегодня духовка не нужна хлебушек буду печь только завтра девочки крышки я не мыла в посудомоечной машине крышечки я так помыла потому что крышки обычно при высокой температуре деформируется поэтому крышки не мою мои могут кто-нибудь засунуть крышку от какой-нибудь от какого-нибудь контейнера шпиль машину и потом они портятся все все смотрите как я сделала полотенце под вниз сейчас это полотенце вот так подниму другим полотенцем сверху накрою и все и до завтрашнего утра нет девочки вот так это все выглядит не до завтрашнего утра у нас сейчас время 11 часов через 13 часов уберу в холодильник это получается так что где-то через 11 12 часов можно убрать в холодильник когда пойду спать уже можно будет убрать в холодильник спать я ложусь как раз где-то около 11 часов вечера Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Вот так вот все идет Все, кто сейчас будет обедать Завтракать или ужинать Всем приятного аппетита Вот такой у меня обед-ужин Нас уже 3 часа Пока я все здесь делала Сейчас буду Ну обедать Или ужинать Я больше всего люблю Сухариками Прямо вот так вот сюда На этом я буду с вами прощаться Всем пока-пока и до завтра, мои хорошие.